Сто процентов утро. Тише едешь? Ну-ну. Дождались! Лучший баскетболист в истории России. Великий баскетболист всея Руси. Человек, который, конечно же, во многом ассоциируется у нас с заокеанскими баскетбольными свершениями. Ну и в России поуступала и сборная нашей олимпийской потрясающая. Ну а ныне президент Федерации баскетбола России Андрей Геннадьевич Кириленко. Андрей, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро, ребят. Как долго привыкал Андрей Геннадьевич, просто Андрей Кириленко, АК-47, к тому, что он Геннадьевич? Быстро привыкнул, но я всегда подчеркиваю, что не обязательно Андрей Геннадьевич, тем более, что когда какие-то неофициальные встречи, а таких 98%, поэтому Андрей Кириленко достаточно. Здорово. Давайте мы наш джингл гостевой запустим, пообщаемся, ждем ваших вопросов. Обращаюсь всех к слушателям. Ватсап, Вайбер, СМС-портал и ВКонтакте. Можете звонить, писать. Кириленко в гостях. Когда еще поговорим? А вот сегодня такая возможность есть. Кто ходит в гости по утрам, тут поступает мудро. Так, что заботит прямо сегодня в 10.06? Хотелось бы, чтобы вообще ничего не заботило. Но все-таки о чем голова сейчас? Думай о чем. О финале четырех, о сборной. Начинается лето и для национальных сборных, причем как взрослых, так и детских, начинается пора как раз соревнований. Матчи. Да, много матчей предстоит этим летом. Конечно же, комплектуем разные составы. Там вот начиная с 16-летних, 18-20. Большое направление 3 на 3 баскетбол стало олимпийским видом спорта, причем полноценным. Это уличная история, которая была недавно. И вот сейчас запустили несколько команд, которые играют различные мастерсы, челленджи. Очень успешно. Наши вот сейчас мальчики победили Лигу наций. А за счет чего, кстати, эта история так вот развилась из андеграунда, став серьезнейшим видом спорта 3 на 3? Во-первых, это очень близко к баскетболу. Раз. И второе, очень массово, потому что все равно любой баскетбол начинается с улицы. Ты выходишь со своими друзьями погонять во дворе, побросать этот мячик. И действительно уникальная дисциплина, потому что... Не требует залов там, да, как бы просто это вот мячик, мячик. Можешь со двора, а не будучи профессиональным спортсменом, попасть на Олимпийские игры. Мне кажется, это очень крутая мечта и лицея. Ты сам пробовал 3 на 3 где-то где-нибудь, вот, не знаю, Гарлем, под мостом, Кирилленко выходит и обыгрывает американцев? Конечно, пробовал, но, может быть, не на таком уровне, что с международными командами. Но когда росли маленькие еще там 12-13 лет, постоянно участвовали во всех 3 на 3 мероприятиях, турнирах. На Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, я помню, большие турниры были. Ничего себе, да? Да, и рубились прям в кость, поэтому я помню все шишки, ссадины. Все равно понятно, что мы, конечно, верим и в кадетов, и в юноши, и в девчонок, и в молодежные наши команды. Но лицо баскетбола, лицо любого вида спорта, национальная команда, которой совсем скоро тоже матчи важные предстоят. Да, и хочу, конечно же, пригласить всех болельщиков баскетбола. В этом году, этим летом, 2 июля, мы играем в Краснодаре. Будет аншлаг, я уверен. Обязательно будет аншлаг. Тем более соперник. Соперник сборная Франции, великолепная команда, очень много игроков и из НБА, и игроков даже московской ЦСКА представлен. Там есть любимец Эммы, да, Ананда, да, Кало. Да, очень мне нравится. Тимофей Мозгов у нас, поэтому приглашаем всех, будет отличный праздник баскетбола. И мне кажется, что хорошее нововведение сейчас сделано, что в течение года играются окна для национальной сборной. Но все-таки у нас у всех болельщиков есть возможность лишний раз увидеть свою национальную команду. То, что я сейчас наблюдаю, наш баскетбол, и Краснодар тот же самый, и Питер-Зенит, и понятно, что там Уникс. Вот у меня все равно ощущение, что любим, любим вид спорта в России. Какие бы ни были финансовые проблемы, народ все равно ходит, а аншлаги есть, и переживаем, болеем. Слушайте, вот в последнее время вам прекрасный индикатор, там, фильм «Движение вверх». Я думаю, что посмотрели самые кассовые кассовые рекорды. Фильм про баскетбол, и вот тебе, пожалуйста, индикатор, как мы относимся к виду спорта. Вы сколько раз посмотрели этот фильм? Я посмотрел один раз этот фильм, но причем фильм вышел в конце декабря, я смотрел его в середине февраля в Перми, в среду в 12 часов дня. Был аншлаг в «Люди плакали». Я подумал, блин, ну как же так, рабочий день, 12 часов дня, полный кинозал. И меня это, конечно, очень так впечатлило, почему я говорю, что действительно фильм был снят здорово, и сразу же результат. У тебя глаза были на мокром месте? Да, был момент в фильме, когда мне реально хотелось так как-то всплакнуть, но люди сидели вот рядом, плакали, и я их не виню за это. Ты же всех этих людей знаешь, то есть ты же и работал, и Кондрашин, и Белов. Похоже на то, что в фильме? Очень похоже. Есть, конечно же, отличия, и многие, скажем так, временные отрезки не совпадают, но это никоим образом... Это киношная история сделана специально для экшена. Да, там, например, женская сборная в тот момент не была представлена на Олимпиаде. И сверху, и много моментов таких немножко, которые не вяжутся, но в целом... Нет, я говорю о характерах, о людях, о персонажах. Они похожи на то, что было в жизни? Ну, не все, не все похожи, но в любом случае вот этот вот собирательный, наверное, образ и вообще баскетбольная история, она примерно вот в таком ключе и была. Поэтому меня это впечатлило и мне понравилось. Хотя я знаю, что некоторые моменты не соответствуют действительно. Нет, очень крутая история, и на самом деле таких много спортивных вещей, которые можно на кинопленку переложить. Если бы вот Кириленко, там, продюсер, режиссер, сценарист, чего-то снимал баскетбольное, о чем была бы история? Олимпиада наша бронзовая, чемпионат Европы, бросок Холдена, что бы это было? Ой, да я не знаю даже, что я... Начал с того, что я не режиссер, не человек из кино, поэтому мне тяжело, наверное... С твоей карьеры, вот если вспомнить, самый такой момент киношный, вот это что было? Про какую историю, да, можно фильм снять? Ну, мне интересно было бы увидеть, может быть, помните, было в 94-95 год отравление ЦСКА. Да, да. Это хорошая история, такая прям, ну, мне кажется, она могла бы зацепить человека. Действительно, бросок Холдена, да, последний, там, в 2007 году. Парень натурализованный в сборной России, решающий мяч, мы чемпионы. А может быть, история киношная, как Кириленко первый раз Джордана увидел? Ну, может быть, но не знаю. Маленький яролаж, например, там, двухминутный, да, а как это было? Слушайте, ну, мне действительно повезло в моей карьере, и удалось поиграть и с Джорданом, и с Коби Брайентом, и с Леброном Джеймсом, со всеми, вот, тремя, наверное, такими столпами... Да, легендами. Легендами. Ждем вкусных историй, ждем вкусных историй. Ну, я помню свой, вот, как раз первый матч против Джордана, мой первый сезон, я выхожу на площадку, он играл в Вашингтоне уже тогда. Уроженец Ижевска ставит сразу горшок, да? Да, я выхожу сразу в защиту его, он получает мяч, разворачивается, бросает, я накрываю его, я такой, да, все, я записал себе там книжечку, что все сделано, вот. Ну, в результате мы выиграли эту игру, я такой довольный, там, что-то в шесть очков, что ли, забил, он забил 44. Но накрыл. Но победа была в кармане, поэтому я доволен. Ну, а ты когда вот он получает, выходит, ты понимал, что, блин, ну это же МДжей, это же... Да, да, и, конечно, первая, первая, ну, реально первая минута игры была, я бегал, не мог поймать свое дыхание, потому что... Это он, это Смайд Джо? И все время, все время, все время его так трогал, это же Майкл, это же Майкл, это же Майкл. Настоящий такой пальчик, да? Майкл, ущипни меня. Так, а черная мамба, каким был Коби? С Коби, с Коби у нас такая достаточно долгая история, в том плане, что моя вся карьера пришлась на как раз его расцвет, и его такой прайм-тайм, и очень много игр с ним было сыграно, и плей-офф игр, и в течение сезона, вот, поэтому мы как-то даже... Ну, я бы не сказал, что мы такие прям друзья, но как-то прям даже сприятельствовались на фоне вот этого противостояния. Получалось его сдерживать в матче каких-то? Какие-то матчи, да, какие-то отрезки даже, даже не скажем, что матчи, а какие-то отрезки, да, в каких-то отрезках он забивал там фантастические там по 50 очков. Он по 70 там забрасывал, когда добывали? Да, ну, я против меня. 50 нормально, он считает, считает. Но были моменты, например, когда там в течение половины он с нулем уходил, что очень редко для игрока такого. Зорова, да. Но надо отметить, что все-таки такие игроки, там, Леброн Джеймс, Майкл Джордан, Коби Брайан, их невозможно остановить одному. Какой бы ты хороший защитник ни был, вся команда играет на них, вся команда делает все возможное, чтобы они в максимально удобное положение получали мяч, и желательно без защитника. Скажи, пожалуйста, в твоем личном реестре баскетбольных звезд вот это трио как ты расставишь? Майкл, Коби, Леброн. Наверное, Коби будет первым номером у меня, вторым будет Леброн, третьим Майкл. Но не потому, что они в своей иерархии так распространены, просто я застал Джордана только последние его два года. На сходе уже, да? Да, то есть он уже, наверное, не был в такой Майкл Джордан, каким мы привыкли его видеть в 90-е годы, когда смотрели по телевизору. Когда оказалось, он вылетает из дома, летит и бросает в кольцо. А то, что сейчас происходит, удается смотреть или по времени? Чуть-чуть, чуть-чуть удается. Хайлайты. Да, но все-таки мне кажется, что Golden State сейчас предпочтительнее выглядит, и все-таки те команды, с которыми встречались до этого, до Кливленда, были поинтереснее именно как команды. Сейчас получается, что играет команда против одного человека, фактически. Но при всем моем уважении к остальным игрокам Кливленда, сейчас убрать Леброна из команды, и эта команда, на мой взгляд, даже в плей-офф не выйдет. Мы можем как-то ситуацию эту рассматривать в контексте нашего баскетбола, вот о чем говорю. Golden State, ощущение гегемонии, и у нас тоже самое ЦСКА. Может быть, чуть-чуть можно сравнение сделать с Химками, где Алексей Швед действительно ведет свою команду к победе. Но если прямо сравнивать, наверное, не по уровню, а по влиянию на игру, мне кажется, что те игроки, которые в Химках, они чуть-чуть побольше оказывают помощи своему лидеру. Скажи, пожалуйста, что... Нежели в Кливленде Леброна. Там он вообще один сам. Да, мне кажется, что он, конечно, один, прям совсем тащит. Все-таки у Химок, даже если Лешу иногда убирает, команда как-то немножко по-другому играет и эффективно играет. Вернемся к теме нашего чемпионата, безусловно, наших команд ССКА Химки пообсуждаем. Все-таки о сборной хотелось поговорить. Прошлогоднее выступление на Евро, но это потрясающая история, переживали. Мы тут записывали клипы, ролики, читали Рыбчину, поддерживали. Вселили вы надежду в то, что наша сборная после ряда неудач все-таки жива. Для тебя все-таки вот рецепт прошлогоднего успеха, он в чем? Да, я помню как раз то время, пару лет назад, когда только начиналась наша миссия сборной, и мы создавали эту атмосферу вокруг команды. Я помню, сколько негатива, или скажем так, даже не негатива, а такой неуверенности во всех. Ну, не верили просто, да. Не верили люди, да, что мы можем играть успешно. И задача была как раз немножко развернуть восприятие команды, потому что те игроки, которые находятся в команде, они должны хотеть там быть. Потому что всегда бывают какие-то моменты, да, у кого-то там семейные проблемы, у кого-то травмы. То есть наша задача была все-таки сказать, ребят, если травмы, пожалуйста, там, лечитесь. Если у вас семейные проблемы... Заставлять никого не будем. Да, никого заставлять не будем. И более того, мы вот два года, это наша политика, в сборную должны играть те, кто хочет прежде всего играть там. Получают приглашение, вот там, на наш взгляд, сильнейшие. Но если у кого-то есть какие-то моменты, не надо быть. Должны быть ребята И те, кто уже находится в этой команде Они должны прежде всего воспринимать эту команду Как свою команду Не то, что вот их пригласили, да, надо играть Отбывать нам, да, в чем-то Ну, даже не то, что Должно быть внутреннее стремление Привести свою команду к победе Кто-нибудь отказался? Отказов нет, но есть объективные причины У ребят бывают, я говорю, что травмы Длинный действительно сезон И, ну, всякие болячки выскакивают Только семейные вопросы И это удалось сделать? Удалось создать атмосферу, правильное понимание, отношения И это помогло, да? Тренерская история такая же То есть тренеры у нас обычно приходят И они уже как ежи колючие Потому что они понимают, что на какую-то расстрельную должность идут То есть мне кажется, что нам удалось С Сергеем Базаревичем все-таки вот за время Немножко создать такую атмосферу Что, Сергей, работай Работай, да Нам негатив, давай мы в сторону уберем Наша задача сейчас перевернуть страницу И двигаться вперед уже к новому формату команды Мне кажется, это удалось Вот за два года, вы сами видите, результат Есть, да? Он может быть не такой, там, мы не первые Но даже четвертое место на чемпионате Европы Выглядит как будто бы не успешно Возьмитесь за сборную России по футболу Правильный, правильный, правильный посыл Это ведь абсолютно параллели Это любовь к спорту, кстати Да, мы в эту футбольную сборную на данный момент Тоже вот, ну, не верим Ну, большинство у нас населения Более того, не любим Уже скоро, да Уже скоро и любить перестанем Ребят, я здесь с вами как раз немножко не согласен Я считаю, что И, как я говорю, бьюсь даже за это Что есть предпосылки определенные И с футболом у нас Ну, я не понимаю, почему мы так как бы Заведены на эту тему У нас не было предпосылок Когда наша сборная прям выигрывала, да? Поэтому надо всем успокоиться Болеть за свою команду Почему нужно ожидать что-то Мы никогда не выигрывали Давайте просто болеть У нас были Еврокубка, у победы были Оставьте просто в покое, ребят Дайте им спокойно играть Им нужно расслабиться Они сейчас все заведены Потому что Вот, ну, смотрите вокруг В любом телевизоре Актеры, депутаты, я не знаю Все высказывают Все говорят, что мы не умеем играть Ну, как не умеем играть? Мы умеем играть, но дайте расслабиться Любой спортсмен, футболист включая телевизор Блин, здесь я кривоногий Здесь такое, здесь такое И, естественно, для него это Некомфортная ситуация Ну, как ты можешь об этом Если в тебя не верят Давайте успокоимся И дадим шанс все-таки поиграть Как президент Федерации баскетбола России Вот момент, связанный с тем Что Чемпионат мира по футболу проходит Как вот ты сейчас переживаешь? То есть, чувствуешь ажиотаж? Конечно, конечно И, ну, несомненно Это самое крутое соревнование Которое есть на сегодняшний день В спортивном мире И, ну, я считаю, что мы счастливчики Что к нам он пришел Это, ну, я не знаю Один раз в столетие, наверное, будет такое Но ты к футболу, то есть, смотришь, любишь Я люблю футбол И с удовольствием смотрю Особенно хорошие матчи С хорошими игроками С хорошими командами Ну, слушайте Месси, Роналдо, Салар Я приеду, да Все, наверное, будут в России И у наших болельщиков Даже если, там, вы не верите в свою сборную Ну, посмотрите, какие игроки приезжают к нам У нас действительно есть уникальная возможность Увидеть это прекрасное спектакль Сам на матчи Собираешься Какие-то поделки С удовольствием пойду Но вот я сейчас выкраиваю свой график Чтобы вот между играми как раз детских сборных Найти себе опошку С семьей, с коллегами, с кем собираетесь? Да все равно, какая разница Как получится? Домашний, домашний к футболу Как вообще? Тут, понимаем, баскетбольная семья А там футбол Нет, конечно, конечно Ну, это не простой футбол Это все-таки чемпионат мира Это просто праздник То есть это даже не сколько вид спорта Даже игра Панама-Тунис в Саранске Она с удовольствием, я думаю, что проедет А мне кажется, там будет аншлаг Столько людей говорят о матче Жена Маша скажет Я хочу вот в Саранск, на Панама-Тунис Поехали Значит, поедем на Саранск Все, вот Идеальный мужчина Берите пример У нас казалось, все, едем Моя футбол Все семью взял Все, наверное, поехали на футбол Андрей, по поводу все-таки баскетбола и евро Я, для меня, одной из главных картинок чемпионата Европы, прошлогоднего выступления нашей баскетбольной сборной, было то, что президент на первом ряду. Ты живешь, то есть, получается, все равно игрой для тебя это вот очень важно. Хотел выскочить, прям, казалось, на площадку сам. И пару подборов даже сделал в одном из матчей, да. Конечно, это важно, конечно, мне кажется, что для ребят, которые играют, причем с большинством из них я еще играл сам, важна, наверное, поддержка из таких первых рук, что нам не все равно, хотя нам не все равно, даже если мы не присутствуем на матче. И мне кажется, что они чувствуют это. И мне кажется, что у нас было несколько моментов, там, когда Сиди... У меня была даже такая в голове мысль, что главное не перебить тренера, да, потому что тренер говорит определенную установку, и ты можешь, ну, к сожалению... Иногда бывает авторитетом как-то повлиять на игрока, что он начинает играть по-другому и избивает установку тренера. То есть это тоже очень тонкий момент. И для меня было важно, чтобы ребята бились, чтобы они на максимум выкладывались, но уже тактическая сторона, да, стратегическая все-таки соблюдалась. И даже был момент такой, мы играли четвертьфинал с греками, и неудачная была первая половина. Я помню, что весь вот мой штаб, он говорил, давай иди в раздевалку, иди, надо поговорить. Накачай. Я говорю, нет, послушайте, есть тренер, он должен вести основную установку, он должен давать знать. Если ему нужна будет моя помощь, он придет и скажет, Андрей, мне нужно, чтобы ты сказал там речь, я не знаю, как-то каким-то подстегнул игроков. Но если он этого не требует, не нужно вмешиваться. Мы наняли тренера на работу. Вот давайте ему доверять, давайте ему возможность поправлять. А у тебя кипит, кипит ты сидишь вот, конечно, конечно. Ну я думаю, что это нормальная история. Мне кажется, любого болельщика возни, и он войдет в раздевалку. У нас кипело, я не представляю, что там душе. Ты снишь первый ряд, и вот он мяч, вот они кроссовки, вот он звук этот твой. Я готов выскочить, прям там за мяч побороться где-то. То есть бывает момент, атмосфера в команде. Все амбициозные, все считают себя лидерами, звездами. В этом отношении твоя роль. То есть тоже отдаешь тренеру или как-то пытаешься с ребятами общаться? Конечно, с ребятами мы общаемся, и с разными абсолютно. У нас такое поколение, наверное, человек 7-8, уже достаточно взрослых, уже знают себе цену, уже такие в авторитете. То есть с каждым индивидуально все равно проводишь беседу, все равно смотришь, в каком состоянии он находится. И если видишь, что где-то такой уходит у него, да, там, фокус, уже тренеру подсказываешь что-то, там, тренер, вот, посмотри, там, повнимательнее, да. Врачевич, там, и Курбанов, да, надо пообщаться. Да, но слава богу, слава богу, ребята, опять же, будучи взрослыми, уже легче, легче находить общий язык, потому что уже были в сборной, уже ребята понимают друг друга, и меньше проблем в этом ключе. Но все равно видно, что коллектив есть. Твоя работа, работа Базаревича, работа самих ребят, все это заметно, понятно, и нам с трибуны, нам по телеэкрану. Персона, человек, который лучший снайпер чемпионата Европы, лучший снайпер Евролиги, исторические достижения, Алексей Швед, что случилось с Лешей, ты его помнишь по ЦСКА, когда он еще ходил с дредами, и любил американскую хип-хап-культуру, что произошло, вот именно этот рывок, этот талант, который, не знаю, семья раскрыла, Кириленко раскрыл, что произошло? Слушай, ну, Кириленко точно не раскрывал талант Шведа, наверное, первый его раскрыл его собственный папа, который его тренер. Мне кажется, что Леша как раз за последние пару лет повзрослел, и все-таки вышел немножко на другой уровень, прежде всего, у себя в голове. То есть, если раньше он играл так в авантюрной манере, сейчас он более, более стабильно играет. Чувствует, больше чувствует ру, да? Да, и мне кажется, кстати, в этом как раз компоненте ему помогла немножко сборная, вот этот чемпионат Европы, он ему дал такой, наверное, уверенность в своих силах. Что я могу, да? Да, что он стал основным там снайпером чемпионата, что он повел за собой команду, и он как-то зарекомендовал себя на таком самом высоком уровне. После этого сразу же прекрасный сезон сейчас в Химках, да, где он тоже стал лучшим снайпером Евролигии, и действительно... Какая заруба была с ЦСКА в 1-4-й Европы? Да, супер, супер. Я смотрел, прям для меня было открытие, то, что на таком уровне, действительно, такой баскетбол, который, ну, прям вот хочется смотреть, не останавливаясь. Я прям хотел, чтобы больше и больше игр было таких. Саша, спроси по поводу НБА еще. Я хотел спросить про Базаревич, если честно волнует вопрос, если я не ошибаюсь, после, как охотился чемпионат, да, он в отставку готов был уйти, это были эмоции, и вам он это что-то говорил. Как-то такое было заявление, что я там не готов продолжать, или там нужен отдых? Ну, конечно, послушайте, он провел 2 года на сумасшедшем уровне, первый год были отборочные чемпионаты Европы, мы выиграли все игры, ни одной не проиграли, попали на чемпионат Европы, где действительно здорово шли и выигрывали такие прям важные матчи. Комсоловки там, камбэки. Да, на мой взгляд, это, конечно, очень энергозатратная история. Ну, эмоционально, да, попросился. Я думаю, что у него такой выхолощенный организм оказался. И тем более, что сейчас, наверное, наступает такое следующее трехлетие, фактически, до чемпионата мира 2019 года, когда у тебя 2 года, скажем так, нету официального, официальный турнир есть, но нет такого какого-то завершения. То есть сейчас проходит в течение 2 лет отборочный к чемпионату мира. Ты играешь дома в гостях, дома в гостях. И мне кажется, что для тренера так сейчас как-то нету вот этого одного короткого периода турнира, где он может как-то вот собраться на него. Спринт такой, да. Сейчас, 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 сейчас пошел марафон. Сейчас пошел марафон, да, долгий. И, конечно, наверное, в голове очень тяжело собраться под это. Вот. Но в любом случае он сейчас с нами. Ну, в общем, остался, да. Он переборол и перешагнул через себя. Пообсуждаем ситуацию с нашим баскетболом. У нас финал четырех, пообсуждаем финал четырех, который ЦСКА проиграл в Белграде. Пообсуждаем перспективы Алексея Шведа в национальной баскетболинской ситуации. Естественно, ваши вопросы, смотрю, в большом количестве. И теплые слова. И спасибо за, опять же, то, что делает Андрей Геннадьевич на посту президента Федерации баскетбола России. Второй тайм, второй период нашего гостевого эфира. Совсем скоро Андрей Кириленко в гостях утреннего шоу на Спорт.ФМ. Это очень здорово, ребят. Сто процентов утро. Смейся с нами. Смейся лучше нас. Андрей Кириленко. Интересно о баскетболе, о жизни. Продолжаем разговор. Затронули тему сборной. Поговорили о нашем чемпионате. Продолжаем это делать. Ваши вопросы. Давайте почитаем. Потом свои еще некоторые. Некоторые зададим. Андрей Геннадьевич, президенту Российской Федерации баскетбола, спрашивает один из болельщиков ДМ77. Добрый день уважаемым гостям, уважаемому гостю и ведущим. Андрей, скажите, пожалуйста, что происходит с мужским баскетбольным московским «Динамо»? Есть ли шанс увидеть легендарный клуб в элите российского баскетбола? Что должно случиться? Ведь строится сейчас многострадальный ВТБ дворец, да? Стадион «Динамо», точнее. Где бы и финал четырех планировали провести даже. Очень все просто. Команда «Бренд» на сегодняшний день пока заморожен, скажем так. Если кому-то интересно будет, какой-то компанией или кто-то с потенциальным финансированием может прийти туда, мы, конечно же, с удовольствием будем помогать восстанавливать этот клуб. Но вот сейчас есть определенные долги у этого клуба, и мы не пустим команду, пока эти долги империод игроками не будут закрыты. Молодцы. Ну нет, ну это правильная позиция. Бизнес правильно, да. То, что футбол нас допускают с долгами, потом... А потом начинаем, сзадион не готов, поле не готово, денег нет. И команда вылетает, и до свидания. Вообще, некоторые команды прекращают существование. Это правильный подход. Правильный подход. В общем, нужен спонсор, понятно, да. Для нас очень как бы все просто, да. И, опять же, наша задача восстанавливать команды, да, и никоим образом там, да, никак не хоронить. Вот, но это должно быть стабильность, это должно быть все-таки долгая история. Не так, что какой-то клуб-одноднев, когда пришли, попользовались, набрали долгов и выбросили команду. Вот здесь все-таки должно быть... Причем бренд очень сильный, интересная история. И я еще удивлен, что еще никто, никому это не интересно. Саша, ну, то есть, Борисович и Динамо, в первую очередь. Борисович и Динамо, помоги. Ну, вложись, вложись в любимый клуб. Да, долги неинтересно, так бы команду может быть. Дурмец, Боявский, давайте, поднимайте баскетбол Динамский. А команда сразу может на высшем уровне выступать, да? Или надо будет через несколько? Сейчас у меня нет ответа, по-моему, по-моему, она начнет с первой дивизиона. С первой, да. Как думает Андрей Киренко, спрашивает, слушайте, телефон номер которого заканчивается цифрой 7-1-5-1. У дуэта Карасёвых есть шансы остановить ЦСКА в финале четырёх? Почему нет? Начнём с того, что в этом году формат поменялся. Это не серия плей-офф, это финал четырёх, когда у тебя есть одна игра в полуфинале. А в одной игре мы знаем. Да, в одной игре всё может случиться, тем более, что в этом году уже Зенит обыгрывал ЦСКА. Один-одинник по матчам чемпионата. Да, по матчам чемпионата. Поэтому будет очень непредсказуемо. Поэтому и стоит прийти и в пятницу, и в воскресенье в Ледовый дворец СТБ для того, чтобы посмотреть. И взять автограф у Андрея Киренко, он будет там. Пожалуйста, по поводу вот этого формата вопрос ещё. То есть это всё-таки разговоры кулуарные, дело для того, чтобы интригу внести. И ЦСКА всё-таки гегемонт для развития баскетбола не очень хорошо. Давайте не отталкиваться от того, что хорошо это или плохо. Это по-другому. Конечно же, в серии, в долгой, очень сложно обыграть такой клуб, как ЦСКА. Всё-таки в одной игре гораздо легче это сделать. Но мне кажется, что не очень правильно отталкиваться от того, что давайте мы сейчас всё сделаем для того, чтобы свестись гегемонами. Мы должны подтягивать наш уровень к ЦСКА. Это не проблема ЦСКА, что они такие сильные. Всё-таки другим клубам нужно подтягиваться. И Химки в этом году, например, сделали очень серьёзный шаг, играя в плей-оффную серию, да, в Евролиге против ЦСКА. И действительно, вот они навязали серьёзную борьбу, что показывает, что что-то можно сделать. Это сложно. Действительно, у ЦСКА очень серьёзный ресурс в плане игроков. Действительно серьёзный уровень. Поэтому для команд это хороший раздражитель и хорошая цель. Ну, такой вот уикенд получается у нас, да, баскетбольный. Поэтому приходите, будет интересно. Новый формат розыгрыша чемпионских мест в нашем баскетболе. То, что не получилось у ЦСКА в Белграде, на твой взгляд, главная причина? Ну, одной причины. Нет, я бы не стал списывать на травмы. ЦСКА традиционно не очень удачно играет в финалы четырёх. Я так же играл и так же два раза был в неудачах. Даже три раза я был в неудачах. Один раз ещё на заре своей карьеры. Поэтому это не формат ЦСКА. Формат ЦСКА всё-таки играет более длинную серию, когда у тебя есть возможность осечки в одной игре, но в трёх-четырёх ты... Ну, подожди, это психология? Психология? Что это? Ну, может быть, это психология. Может быть, это какой-то даже удача, шанс. Какая-то команда вот на один матч чуть лучше настраивается. То есть, греки, греки, турки, они могут, а мы нет. Ну, и греки, и турки, бывает, не могут. В этом году испанцы смогли, не турки, кто ещё, да? Ну, вообще очень обидно, да, что собирается вот четыре там лучших клуба, и мы видим всего по одному матчу. Ну, ты проходил сейчас как баскетболист через это, то есть, получается, весь сезон ты играешь, вы лучшие там в гладком сезоне, потом один матч и всё. Да, и в этом и есть, как бы, изюминка европейского чемпионата. Это, может быть, сравнить можно с американским футболом, когда они играют на вылет, и потом в конце играется один матч всего лишь. Путербол, да. А, например, баскетбол играется или хоккей по-другому. Играется длинная серия, и у болельщиков есть возможность увидеть свою команду побольше. Да, до самого конца, там по четыре, по пять матчей. И качели там, да, 2-0, 3-2, 4-3. Ну, мне кажется, что здесь ещё тоже нужно, наверняка, отталкивается очень многое от болельщиков, от телевидения. Всё-таки в Европе, да, или у нас телевидение немножко разобщено, потому что разные страны, в некоторых странах есть большой зрительский интерес, в некоторых странах нету такого зрительского интереса, поэтому это всё-таки в формате финала четырёх, когда это одно событие, и четыре страны, грубо говоря, могут приехать. Какая-то финансовая точка зрения легче продать два матча, точнее, пятницу там, да, и воскресенье, или всё-таки вот серию сделать эту длинную? Для России и для Европы финал четырёх более привлекателен, на мой взгляд. Ну, вообще вот как-то прозвучало грустно то, что это не армейская сильная сторона играть в финал четырёх на будущем. А что, в статистике об этом и говорить, да. Статистика, наверное, об этом говорит. Болельщики сгрустнули сейчас, да, конечно. Но ничего страшного. Опять же, никто не говорит, что нужно сейчас расстроиться и ничего не делать по этому поводу. Любой опыт всё-таки идёт во благо, и, мне кажется, ЦСКА уже знает об этой проблеме своей, и им нужно как раз целенаправленно подходить уже вот к такого рода матчам, потому что в серии действительно с ними очень тяжёлый матч. Но мы знаем, да, и когда введём плюс 20, потом проигрываем. Не хочется вспоминать, конечно, грустные моменты. Давайте о хорошем поговорим. Вот спрашивает Евгений, наш слушатель Постоянный, из Израиля. Лучший матч в карьере Андрея Кириленко? Лучший матч в карьере? Хм. Ну, опять же, это очень субъективное мнение, потому что иногда... Вот тебя разбуди ночью, спроси. Лучший матч какой назовёшь? Мне кажется, у меня хороший матч был, полуфинал с литовцами в 2007 году. С аргентинцами за бронзовую медаль. Всё-таки сборную. Хороший матч за сборную, да. И сборную, вспоминаешь, конечно. В клубной команде, в клубном... Не знаю даже, не могу какой-то один выделить. Там столько много было матчей, что прям один какой-то не выделить. Спрашивает Ксюша, прислав вопрос в WhatsApp. Андрею и так жалко, что не дали провести Лигу 33 под мостом. Вернут ли её обратно туда после Чемпионата мира по футболу? Спасибо. Не уверен. Это что за соревнование? Это 3 на 3, да? Мне кажется, здесь больше вопрос не в Лиге, а больше вопрос в площадке под мостом. Это лужники имя суда, да? Да, лужники под мостом. Её сейчас закрыли, тем более, что в связи с Чемпионатом мира. Там вообще всё перекрыто вокруг. И, насколько я знаю детали, мне кажется, эта площадка и не вернётся, так как там с точки зрения безопасности с моста какие-то испарения, которые не очень хорошо для здоровья влияют. А, ну тогда объективно. Просто место культовое, да, но для здоровья, видите, есть сложности. Пишет человек, включил приёмник, услышал знакомый голос, никак не мог понять, кто это. Ну, конечно, Кирилл Леонидович. Андрей, желаю тебе успехов. Кто-то не знает, что нужно делать в баскете. Я сам играл профессионально 8 лет, пока связки не порвал. Хватит терпеть то, что происходило раньше в Федерации, где сынки богатых пробирались в команду и сборную страны. Даёшь парней, которые на площадках Питера сверху на 360 с разворота кладут? Вот такие эмоции у нас в эфире, да. Болельщик из Санкт-Петербурга, семья. Давайте мы не только питерцы будут на сборной, а ещё у нас ещё есть много регионов сильных, поэтому будем набирать всё-таки по силе. Кто сильнее, тот и должен быть в команде. Из Сарата вам тоже с благодарностью здесь пишут за занятия с детьми. Спасибо большое. Ваши впечатления от посещения города и состояния баскетбола в регионе? Много ли вообще в целом, да, пытаешься по стране? Кстати, да, я вот прям недавно. Очень много и за два с половиной года, не знаю, я посетил, наверное, 40 разных городов или мест в контексте баскетбола. Это мастер-классы общения. Мастер-классы встречи с губернаторами, встречи с тренерами, с детьми, семинары различные. И вот, ну, касаясь Саратова, недавно был в Саратове, у нас был финал нашей детско-юношеской баскетбольной лиги там. И есть очень, там, 3-4 парня о великолепных, 18 лет, хорошее будущее. И, ну, опять же, сейчас все сырые очень, на таком начальном только этапе. И есть прям материал национальной сборной, материал для NBA. Вот, и дальше, а дальше уже, как ребята будут стараться, как ребята будут расти и работать. Давайте привемся, привемся, да, на минутку и потом продолжим. КИА представляет специальную серию к чемпионату мира по футболу FIFA 2018. Самые популярные модели КИА. Рио, Сид, Сол, Оптима и Спортэдж. С привлекательным набором опций и выгодным трейд-ин. Подробности у дилеров КИА и на сайте kia.ru. Все больше и больше россиян выбирают новый кроссовер Форд Куга. Давайте узнаем почему. В базе двигатель 2,5 литра с классическим автоматом. Отлично тянет. Телефон сразу подключается. Звоню и отвечаю, рук с руля не снимая. И карта с пробками прямо на экране. Форд Куга. Только в июне. От 1 миллиона 334 тысяч рублей во всех салонах дилеров Форд. Предложения ограничены и действительно для Форд Куга в комплектации тренд с учетом выгоды и бонуса за трейд-ин. Подробности на сайте ford.ru. Не оферта. 18+. Спорт как любовь. С нашим футболом она невзаимна. Спорт.фм. Мы делаем спорт ближе. Сто процентов утро. Они пришли, чтобы разбудить этот мир. Утреннее шоу. Четверг. 7 июня. В гостях Андрей Кириленко. И нам скажут спасибо огромное. Ну вот просто подумайте. Вот мы, люди, которые еще застали Советский Союз. Мы же к чему привыкли? То, что президент Федерации, человек в строгом костюме, который приходит с большим талмудом. Начинает там что-то. Мы разбили. А листочки переворачивает. В этом году 27 миллионов кубометров леса переработано в 28. А здесь пришел откровенно, с юмором, где-то на лайте расслабон, как бы. Истории замечательные, улыбка. Как ты воспитал в себе это? Так мы спортивная все-таки организация. Ты новое поколение руководства, людей, которые занимаются, казалось бы, серьезными делами. И у тебя получается совмещать по-прежнему. Ты не изменился. Ну, не нужно забывать все-таки, что, конечно, и костюмы, и галстук. К месту, понятно, да. Это важная история. Но, наверное, больше в официальных каких-то моментах. Таких моментов, может быть, 10% за твою работу. Когда ты идешь в министерство, ты идешь на какую-то встречу важную. А так спортивный костюм. Все-таки мы правы, много мастер-классов каких-то спортивных вещей. А ты сам же выходишь и показываешь, правильно? Конечно. Президент Федерации, вот еще раз пример всем, выходит и показывает. А ты в чем-то изменился все-таки за это время? Ты стал суше, ты стал себя контролировать где-то, менее эмоциональным. Я уверен, что я изменился. Мне, может быть, так и не кажется. Но, конечно же, работа тебя меняет. Где-то какие-то моменты менее эмоциональные. Где-то меньше входишь в какой-то конфликт и начинаешь ругаться. Опять же, пережить момент, переспать с этой мыслью. Потом решение принять, да, наверное? Ну, мне кажется, что я никогда и не был импульсивным, особенно, даже когда я играл в баскетбол. Но это надо Машу спрашивать. Мы не знаем. Мне кажется, даже игроков каких-то надо спрашивать, насколько я был импульсивным в игре, да, который меня видел вокруг. Но мне кажется, что я никогда не распылял свои эмоции. На семье сказывается? Ты меньше дома, тебя не хватает? Конечно, сказывается. И все-таки, ну, я думаю, что мои дети, у меня четверо детей, они немножко скучают. Но я стараюсь все-таки разобрать свой график. И, слава богу, будучи президентом, у тебя есть возможность свой график менять или видоизменять. Вот, поэтому я делаю такие достаточно длинные отрезки, когда я со своей семьей. А потом у меня есть, например, длинные отрезки, когда я прям день за днем, один город, второй город, мастер-класс, семинар. То есть там две недели у тебя прям интенсив. И потом эту неделю минимальная работа. Мне кажется, что это все-таки вот работа супруги. Потому что каждого великого мужчину, особенно, мне кажется, Кредлянка, делает еще и великая женщина. Я думаю, что Маше надо сказать спасибо за это. А, несомненно, Маше надо сказать спасибо, но я и уволился с работы, вот, поэтому еще полтора года назад. Поэтому сиди дома, занимайся детьми. Давайте поговорим о нашей сборной, которая выиграла Евро 11 лет назад. С кем-то общаетесь? Со всеми. Со всеми. С кем-то платнее, с кем-то... Ну, конечно, Виктор Хряпа, мой очень близкий друг. Он до сих пор играет в ССК. Мы с ним прям регулярно поддерживаем отношения. Сережа Моня тоже самое. То есть команда была, вот именно коллектив был, и он остается? Да, да, несомненно. Ядро общения. Николай Падиус, мы очень близко дружим. Мы сегодня вспоминали фильм, кстати, а он же там играл. Движение вверх. Он сейчас его можно увидеть, он во многих рекламах даже снимается. Коля, карьеру-то стал делать, а киношную? Блондин голубоглазый. Он симпатичный, красавчик, поэтому мы его все так и называем. Давай, Колян, иди, вот вперед тебя. Симпатичный, красавчик, иди. Кино и быстрее вдвоем. Брэд Питт уходит потихонечку, да, есть возможность у Падиуса занять нишу. Тот успех исторический, чем вот сейчас, спустя годы вспоминается, это прежде всего бросок Холдена, это какой-то матч, это какой-то разговор, эмоции какая-то. Мне кажется, что, может быть, со стороны это кажется, что это бросок Джона Роберта Холдена, но вот нам, например, те, кто играли, игроки, вообще так не кажется. Мне кажется, что тогда была достаточно уникальная какая-то атмосфера в команде, когда ребята еще там, и плюс тренер, плюс Дэвид, Дэвид Блад, какая-то была такая внутри состояние, мы приехали на чемпионат Европы, что никто на нас не рассчитывал, мы особо на себя не рассчитывали, что мы будем чемпионами. Но мы как-то для себя поставили, давайте не будем думать, когда мы придем там за первое место, играть, потом играем матч, сегодня нам нужна победа, да, сегодня вот мы отталкиваемся от этого. Стэп-бай-стэп, да. И вот что-то шаг за шагом мы действительно прошли этот путь, и уже подходя все ближе и ближе, такие, блин, слушай, с французами четверть финала, они были всегда для нас неудобная команда, неудачная моя, например, персональная игра, бах-бах-бах выиграли, все-таки, вот, здорово, мы уже в полуфинале, уже за медали будем играть, там, литовцы, сильная команда, ребят, слушай, ну мы там если выиграем, уже на Олимпиаде будем, ну давайте там, давайте, что-то бах-бах-бах выиграли, все, уже на Олимпиаде, отлично. И уже выходя на финал, я помню вот наш этот, когда мы вместе перед игрой стоим, и я говорю, ребят, слушайте, мы уже в финале, там, мы уже вышли на Олимпиаду, ну послушайте, у нас такой сейчас уникальный шанс, возможно, у нас никогда в жизни не будет. Мы уже в финале находимся, ну давайте вот сейчас упремся, неважно, как будет складываться игра, до конца доиграем ее, и уже потом сделаем выводы. Ну вот, и действительно, все доработали, доиграли, и в конце фантастический бросок Эджея, и... А с ним-то, с ним-то общаетесь, он в Америке, да? Он сейчас работает скаутом одной из NBA-команд, он был в Москве, по-моему, не в Москве, он был в Питере на матче всех звезд в феврале, то есть он так поддерживает все равно контакт с русским американцем, с российским баскетболом. Скажи, пожалуйста, все-таки по поводу Европы, какие-то были неудобные соперники из звезд? Паркер, Ясикявичус, Газоли? Конечно, лидеры сборных, там, и Испании, это и Газоли, и Наварро в свое время был очень неудобный, Новицкий у немцев, у Тони был, у французов, но для нас были больше не игроки команды, французская сборная всегда была для нас ужасной, я не знаю почему, они всегда играли такой физический баскетбол, такой на грани грязного даже, ну, прям, когда ты кость в кость, когда у тебя... Потому что испанцы играли более технично, они бежали много, бежали много, или, наоборот, это удобная для нас всегда литовская команда была, потому что они играли очень такой тактический, умный баскетбол, а мы, наоборот, хорошо в него играли, да, у нас всегда... Шахматный баскетбол, да? Да, мы читали хорошо ситуации, помогали друг другу, то есть они были не быстрые, не медленные, с бросочком, то есть мы перекрывали так зону. Скажи, пожалуйста, много сейчас выходит всевозможных статьй, посвященных НБА, ты поварился в этом мире, все это знаешь, я для себя всегда отмечаю с удивлением, что, оказывается, кумиры молодежи, люди, на которых равняются, они еще и непревзойденные во многом треш-токеры, и тот же МДЖ, и тот же Кевин Гарнетт, ты с кем-то в этом отношении зарубался, сталкивался, кто у тебя из себя пытался вывести? Ой, да много кто, и Кевин Гарнетт пытался вывести, и там, ну, полно было людей, но, видимо, из-за того, что... Пейтон, знаем тоже эту историю. Да, видимо, из-за того, что, когда я пришел в НБА, я не очень хорошо разговаривал по-английски, в принципе, вот, там любое обращение ко мне, оно практически проходило... Там, мимо! Как мне уши. Что сказали, давай. Я помню, что у меня даже было... А вот такой, ну, привет, да, привет. Когда я играл в Бруклине, со мной вместе играл в команде Гарнетт, и мы с ним даже разговаривали на эту тему, он говорит, блин, говорит, я все время пытался тебя там вывести из себя, а ты как будто так мне реагировал. Я говорю, Кевин, я говорю, я все время, я просто не понимал ни слова, что ты говоришь, честно. Класс, класс. У нас в гостях был Виталий Носов, который рассказывал о том, какая у него была встреча удивительная с Шаком, когда, казалось бы, сам Виталий, ты не маленький парень, и я положил ладошку в руку Шака, она там утонула. А для тебя, из тех, кто встречался, кто самый большой был? Ну, Шакил, конечно. Причем он даже не столько там, сколько он, ну, высокий, потому что и выше его был там и Яо Мин, и даже Мутомбо, на мой взгляд, так он визуально выше, ну, просто такой массивный был, такое ощущение, что там три тебя. Вот ты идешь, и он такой, не то, что он мышц, а он массивный прям, он реально как вот двустворчатый шкаф. Как ты смотришь, он вот такой вот стоит, и руку дает тебе, у тебя так рука, как будто бы такой маленький шарик для пинг-понга ты положил ему. Ладошка ребенка, привет! Все-таки вот не спросили, а это многих интересует, перспективы Леши Шведа в НБА, как президент федерации, человек, который играл с ним, как оцениваешь, что должно сложиться и надо ли так стремиться туда? На мой взгляд, Алексей Швед, это абсолютно материал для НБА, для Национальной баскетбольной ассоциации, это великолепная скорость, бросок и тип, стиль игры. Ну вот, а стремиться туда, наверное, не надо стремиться именно, все-таки очень важно найти свою команду. И я уже видел, ну, массу примеров, когда игроки суперталантливые попадают в НБА и не в ту команду, и, к сожалению, не играют, сидят на скамейке. И это полностью выгорание происходит. Все-таки такие игроки, вот такие, как Леша, да, они должны быть востребованы. В огне, в огне всегда, да. И зная его, потому что я играл с ним, он типаж игрока, которого тренер должен любить. Вестовать. Он не может его там критиковать, да, ну или там в легкой манере. Его нужно любить, ему нужно давать свободу, ему нужно давать играть, да. Тогда он раскрывается. И вот, ну, я говорю, у меня были примеры, когда я с ним играл, и тренер давал ему эту свободу, он цветет в ней. Когда он его начинает немножко там строить, строить, все, у него пропадает желание играть сразу, да, у него, он не Леша Швед, который... Поставили в рамки, да? Спрашивают, да, буквально 10 секунд, что компьютерные игры по-прежнему интересуют или в меньшей степени? Я с удовольствием играю со своими детьми в компьютерные игры, но в 30 лет у меня как обрезало, вот прям... Варкрафт по сетке, да? И в Варкрафт, и все, и вот, ну, сейчас, я говорю, могу поиграть, там, может, часик второй, ну, там... Ну, а что, стрелялки, бродилки, что? Ну, сейчас в Фортнайт я играю, мои дети играют в Фортнайт, вот, это такая там игрушка-стрелялка, беготня какая-то по кругу. Последний момент, у нас буквально полминуты, Андрей Кириленко, обращение к поклонникам баскетбола, очень много сообщений, Нижний Новгород, Липецк, ты везде был, все смотришь, люди, которые любят баскетбол, должны любить еще больше его? Да, слушайте, ну, мое обращение, оно очень простое, и у нас действительно много разных, там, проблем, с которыми мы сейчас работаем и боремся. Я просто хочу призвать наших любителей баскетбола не смотреть по сторонам и не ждать, там, помощи, что давайте, вот, сейчас министерство нам должно помочь, Раново нам должно... Не сидите дома, выходите, собирайтесь вместе, чините площадки сами. Если будет помощь, отлично, но не нужно, мы заранее иногда сидим на месте ровно, да, и ждем, вот, сейчас, что нам кто-то придет, поможет. Ну, это просто оправдание. Да, старайтесь, старайтесь, опять же, я говорю, что старайтесь по возможности делать сами, да, и показывайте пример окружающим. Если вы в своем районе выйдете и почините площадку, это будет огромный сигнал для вашего РАНО, например, да. И к вам Кирилленко приедет, и скажет, какие вы молодцы, да. Спасибо большое, Андрей. Было здорово. Спасибо. Приходи еще, было отлично, всем спасибо, с вами были. Роман Вагин, Александр Боярский и Эмма Гаджиева. Сто процентов, услышимся с вами завтра утром, ну, а сейчас не переключайте спорт и все остальное впереди. Пока-пока!